Ну что ж, я думаю, сегодня самой обсуждаемой новостью будет, конечно, самоубийство Игоря Малашенко в Испании. Как известно, вчера его нашли мертвым бездыханным в его шикарном доме в одном из городков Андалузии. Но вот о чем я подумал, читая все эти стандартные, он не мог пережить, что не был востребован. Один из главных людей-политехнологов ельцинской эпохи не выдержал состояния невостребованности в России. Мы говорим об очень и очень богатом человеке. Давайте просто коротенько, кем он был на самом деле. Игорь Малашенко был основателем современного НТВ. Он был генеральным директором РГТРК Останкина. В 1996 году он был главным советником избирательной кампании президента Бориса Ельцина. В общем-то, это был тот человек, который помог ему остаться на посту. В январе 1997 господин Малашенко стал учредителем медиамоста, членом совета директоров. С 2001 по 2009 был генеральным директором кампании РТВА. Ну а в 2018 году, как мы знаем, стал главой предвыборного штаба Ксении Собчак. Сказать, что он был не востребован, в общем-то, как-то странно. Скорее всего, человек прожил активную фазу своей жизни так, как он хотел, а затем наслаждался жизнью. Я повторяю, мы говорим об очень и очень богатом человеке. Когда я читаю сообщение, здесь совершенно не важно сейчас фамилии, вот просто если бы я читал такой своего рода детектив. Человек женился полгода тому назад, находился, так сказать, в процессе дележки своего имущества между своими двумя женами, и вдруг неожиданно умирает, покончив с собой, при том, что все люди его знавшие говорят, что расположен он к этому вообще-то не был. И Испания была одним из самых любимых его мест. Вот давайте посмотрим, как открывался, например, его альбом. Какими словами он любил заниматься фотографией и большую часть своего года с удовольствием проводил в Испании. Итак, Испания не имеет выхода к морю, в Испании мало больших городов, зима здесь лучшее время года, в Испании просторно, дороги бесконечные, здесь все еще помнят бога, бог Испании суров, пейзаж пустынен, крепче замков, только горы выше соборов неба, это моя Испания. Вообще, Игорь Малошенко производил впечатление оптимистичного человека, любящего жизнь. Ну а теперь давайте просто об обстоятельствах дела. Вот сухофакты. Последние полгода его вторая жена, Бажина Рынский, она же Евгения Рынский, почему-то взявшая такое странное имя, начала во всех возможных источниках трубить, дескать, моего мужа убивают. Вот так и писала, моего мужа убивают, убивают, в связи с тем, что у него якобы начались конфликты с его первой женой и двумя детьми, которых он обожал. Вот что она написала, Игорь очень любил детей, он считал, что должен им уровень жизни обеспечить такой, к которому они привыкли. Моя сноска, конечно же, должен, как любой отец. Чего бы ему это не стоило, нормальное желание отца. Первым шоком было, что дочь Лиза, которую он любил больше всех, попросила его не звонить и не писать. Потом дети стали передавать его письма в суд. Игорь панически боялся всех судебных заседаний. Ему казалось, что у него все отнимут. Я взяла на себя все дела, потому что он откровенно не тянул. 26 февраля, во вторник, мы должны были подавать на ВНЖ Латвии в Москве. Вдруг ночью он спрятал мои паспорта и улетел в Испанию. До этого был звонок от юриста с Гибралтара. Игорь хотел защитить меня и завещать мне гибралтарские компании, которым дом оформлен. И он написал мне, что поехал разбираться с Гибралтаром. Я просил всех проверить, как он там. Его видели вечером, сказали в нормальном состоянии. Это то, что пишет вторая жена. А вот что, например, я читаю в логе Ильи Варламова. Дочь Игоря говорила мне, что папа вдруг заболел. Что он стал странным, что мама за ним взялась ухаживать. После возвращения ко мне, за три дня без врачей, Игорь вдруг встал абсолютно нормальным. А затем снова становился странным. Во время его разбирательств с первой женой Еленой Пивоваровой он якобы напередавал различных активов своей первой жене. А Бажен Рынс пишет о том, что он панически боялся того, что она заберет 80% его имущества. Давайте подумаем элементарно тому в этой ситуации, будем говорить цинично, выгодна смерть Игоря Малошенко. Как ни странно, конечно же, любящей безутешной вдове, второй жене Бажене Рынски. Почему? А вот вы только подумайте, буквально осенью 2018 года наконец-то они воссоединились. До этого якобы у них отношения были больше 10 лет, но жениться Игорь никак не торопился, потому что, как все говорили, любил своих детей от первого брака. И вдруг осенью наконец-то свершилось. Прошло полгода, как в классическом детективе, и муж неожиданно. В тот момент, конечно, когда жена не присутствует рядом, умирает при странных обстоятельствах. Человек, наслаждавшийся своей жизнью, человек, живущий там, где ему абсолютно все нравится, человек очень и очень богатый, любящий своих детей, вдруг неожиданно, полгода как молодожен и вдруг покончил с собой. Вот я вот эту байку не покупаю. Его первой жене, конечно, выгодно было бы, чтобы Игорь остался жив, потому что, как мы читаем, он передавал ей периодические активы, плюс активно содержал своих детей. Поэтому ни первой жене, ни детям не выгоден мертвый папа. Им нужен папа живой. А вот мертвый муж, наследие которого ты получаешь полностью, а за полгода до этого ты на всех углах кричишь о том, что моего мужа убивают, моего мужа убивают. Ну, как бы подводя то, что вот-вот его все-таки убьют, лично я, если бы читал сюжет этой книги, был бы уверен, что смерть Малошенко в данном случае выгодна только его второй жене, наконец-то соединившийся с ним буквально недавно браком. Теперь Бажен-Рынский получит все его огромное состояние, ну и будет дальше его как-то, видимо, делить с детьми и бывшей женой. А уж она-то своего не отдаст. Повторяю еще раз, это моя личная версия, я уверен, никто об этом говорить не будет. А везде и всюду все напишут, какой же он был невостребованный, бедный Игорь Малошенко. Поэтому забудьте то, что я сказал до этого еще раз. Это мое личное мнение. Я думаю, что не всегда все выглядит именно так, что человек вдруг уходит из жизни, конечно же, от того, что у него проблемы в карьере. Все может быть совсем иначе. Читайте классические детективы, в них подобные ситуации разложены и, как всегда, когда речь идет о самоубийстве, нельзя так просто брать эти версии, а нужно спросить, кому выгодна смерть этого человека. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok